Сегодня мы посмотрим, как работает защита Starforce Content PDF для документов, выложенных в открытый доступ на любом интернет-сайте. На странице, использованной в качестве примера, можно видеть три группы документов. Защищенные документы группа 1, защищенные документы группа 2 и незащищенные документы. Это обычный PDF, который открывается в окне браузера. Кстати, я использую интернет-эксплорер, но можно использовать любой браузер по вашему усмотрению. Откроем документ из группы 1. Как видите, у нас ничего не получилось, потому что документ имеет необычное расширение – SFPDF. Для того, чтобы открыть такой документ, нужно скачать специальную программу-просмотрщик. Это можно сделать здесь же, на этой странице. Старфорс Ридер – это программа, которая работает по аналогии с Adobe Reader. То есть, открывая доступ для документов, ее установить могут понадобиться права администратора. Попробуем теперь открыть документ из группы 1. Программа-просмотрщик запрашивает серийный номер. Соответственно, нам нужно обратиться к издателю или владельцу контента для того, чтобы получить или приобрести такой серийный номер. Представим себе, что я такой номер купила. Теперь могу его ввести в программу. После того, как произойдет активация, документ можно будет открыть только на этом компьютере. Таким образом, реализуется защита от копирования, несанкционированного доступа и распространения. К сожалению, мы не сможем увидеть документ, так как запущена программа снятия видео с экрана. А в просмотрщике стоит защита от функции Print Screen и других грабберов. Как вы можете это видеть? Теперь попробуем открыть документ из группы 2. Программа снова запрашивает серийный номер. Таким образом, издатель может разграничивать доступ к своему контенту. Давайте посмотрим, как работает защита изнутри. Для этого перейдем на сайт sf-content.com в личный кабинет. Здесь мы можем видеть два рабочих пространства по количеству групп защищенных документов. Как вы видите, срок действия рабочих пространств истек. Однако, файлы работают, и мы можем генерировать серийные номера. Давайте сгенерируем серийный номер для рабочего пространства второй группы защищенных документов. Серийные номера, кстати, можно докупать, и после того, как срок действия рабочего пространства истек. Выберем один серийный номер, одну активацию. Это значит, документ может быть активирован только на одном компьютере. Срок действия серийного номера поставим 30 дней. Здесь же мы можем разрешить печать файла, если есть такая необходимость, и внести какие-то комментарии, например, имя клиента. Генерируем серийный номер. Теперь его можно передать конечному пользователю. Снова открываем документ из второй группы и вводим серийный номер. Активация прошла успешно, но, к сожалению, документ мы снова не увидим. По истечении 30 дней мы можем отредактировать параметры серийного номера, если потребуется. Если вы хотите знать, как это делается, а также у вас есть другие вопросы, которые вы хотите обсудить, пожалуйста, записывайтесь на наш вебинар. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok